Добрый день всем! Сегодня у нас выступает Инна Бабицкая. Тема ее выступления – «Питер Тэтчер. Серебряный голос американской революции». Пожалуйста, Инна. Видно, да? Да. И вообще эта семья более 500 лет служила как Англии, так и Америке. И среди членов этой семьи были известные врачи, священники, юристы и политики. Четверо из членов семьи, еще проживая в Англии, окончили Оксфорд и более 20 – Гарвард. То есть это была достаточно образованная семья. И вот сейчас я начну рассказ с предыстории, с предков моего героя, которые тоже заслуживают некоторого внимания. Итак, его дед, преподобный Питер Тэтчер, был в течение 50 лет викарием церкви так называемого Святого Барнабаса в небольшой деревушке Квин-Кэмэл в графстве Сомерсет. И вот вы видите там иллюстрацию. Большинство церквей, к счастью, сохранились. И у него было шестеро детей, один из которых тоже стал священником. Вообще, как, может быть, вы знаете, в английских семьях была традиция, особенно в дворянских. Вот первый сын наследовал титул, второй шел в армию, третий становился священником. Ну а в священнических семьях эта тем более традиция сохранялась. Питер Тэтчер-младший, как его звали, окончил Оксфорд, был очень успешным студентом и поэтому получил по завещанию президента колледжа 35 его книг. В то время это было большое богатство. Книги ценились очень высоко, особенно среди ученых людей, которыми считались священниками. Он был настоятелем церкви святого Эдмонда в Солсбери, где и служил до самой смерти. И оставил всю свою библиотеку, которая составляла на момент его смерти 117 книг, по тем временам очень большое количество, своему сыну Томасу, который эмигрировал в Новую Англию и стал родоначальником американской ветви Тэтчеров, именно бостонской ветви. И эти книги хранились в семье в течение веков, а также отец завещал Томасу 35 фунтов на покупку коз. Но в те времена было достаточно плохо с продовольствием среди первопоселенцев, поэтому это тоже было большим подспорьем. Сам Питер собирался эмигрировать в Новую Англию, но смерть его жены, матери Томаса, ему помешала это сделать. Томас Тэтчер решил эмигрировать в Америку в возрасте 15 лет. В то время это был уже достаточно солидный, как можно сказать, возраст. Он был пуританином, как и его отец и дед, и был противником церковной тирании, которая процветала в британских университетах. И именно это подтолкнуло его к эмиграции. Но поскольку английские власти очень строго следили за тем, кто может отплыть в колонии, то ему и его старшему брату Питеру, а также дяде пришлось плыть под, как бы сказать, псевдонимами. Его дядя, который тоже был священником, числился в списке пассажиров как портной, а старший брат как слуга Питер Хингдон. Значит, в 1935 году они все трое отплыли в Новой Англии на корабле «Джеймс». Ну, вы видите такое символическое изображение корабля. В 1935 году, в том же 1935 году, они уже добрались до Новой Англии, оказались в Ипсвиче, и дальше их целью путешествия был Марблхэд. Но тут произошло некоторое разделение планов. Томас решил отправиться по суше. Это, по сути дела, было спасением, как потом выяснилось. А его дядя Энтони и старший брат решили плыть на корабле. Ну, в те времена было довольно сложно со средствами передвижения, либо на лошадях, либо пешком. И в результате кораблекрушения 14 августа погибло 21 человек, которые были на борту небольшого судна, в том числе пять детей дяди Томаса Энтони. Остались живых только сам Энтони и его вторая жена. То есть это были его дети от первого брака. Это была ужасная трагедия. И учитывая вот то горе, которое он испытывал, власти Новой Англии выделили ему даже некоторую компенсацию финансовую, чтобы можно было, ну, как-то, если это можно так сказать, восполнить потери. Он получил землю у мыса Энт, где он именно и спасся. И вот вы видите на фотографии как раз тот остров, который ему был выделен, и памятный камень, так сказать, в честь вот его этого спасения. Томас, 15-летний Томас, оказался в Бостоне в результате всех своих, так сказать, перипетий жизненных и попал в семью преподобного Чарльза Чонси, который впоследствии был вторым президентом Гарварда. И это было очень удачное истечение обстоятельств, поскольку Чонси обучил его философии, теологии, а также восточным языкам. И Томас, надо сказать, был очень талантливый человек. Он быстро, так сказать, схватил всевозможные языки, знал арабский в совершенстве, иврит, что в те времена, кстати, было не редкостью, многие богословы владели им свободно, а также логику, механику. И очень быстро стал делать карьеру как священник. Его в 1944 году, в 1644 году, пригласили в Веймаутскую церковь, и там же он параллельно был врачом. В те времена это было достаточно распространено. Священники не только читали пробоведи, но также лечили свою паству. И вот надо сказать, что он прославился не только как священник, но и как врач. После смерти своей первой жены в 1664 году Томас женился на богатой вдове и переехал в Бостон. Именно там он практиковал как врач и внес очень важный вклад в лечение оспы и кори в Бостоне, потому что именно эти болезни свирепствовали в Новой Англии в течение столетий, помимо там еще некоторых других серьезных инфекционных заболеваний. Он опубликовал в 1677 году так называемое «Краткое правило, которое поможет простым людям Новой Англии, как вести себя, как лечить себя и своих родных при оспе или коре». Это фактически было первое медицинское издание, опубликованное в Новой Англии. Это на самом деле был плакат, как бы мы сейчас сказали, постер размером 15 на 10 дюймов, но он был очень доступным языком написан, и как сам говорил Томас Тэтчер, не для врачей, которые и так знали, как лечить, а для простых колонистов. И он очень доступно объяснил симптомы патологии оспы, кори и методы лечения, те, которые были на тот момент известны и применялись. И почему он объединил эти две болезни? Потому что он считал, что оспа – это болезнь, природа и лечение которой вытекают из кори. Он служил в Бостонской церкви, так называемой Старой Южной церкви Бостона, в 1670-1678 годах. И вот вы видите здание этой церкви, памятную доску и еще небольшое стихотворение. И я хочу сказать, что вот очень любопытная прослеживается как бы связь в этой семье Тетчеров. Это связь с оспой, о которой я впоследствии расскажу вам, а также об элегиях. Вот эта элегия на его смерть была написана первым студентом Гарварда из коренных американцев. Имя его было Элиэзер. Вот в 1678 году, когда Томас Тетчер ушел из жизни, Элиэзер, который очень его уважал и чтил, написал стихотворную элегию. Вот вы здесь видите текст, конечно, читать я ее не буду, но сам факт, что вот человек, так сказать, приобщенный к христианству и другой расы, написал, по тем временам это считалось нечто из ряда вон. И похожая ситуация сложилась с одним из его потомков, об этом я тоже расскажу. Это довольно любопытный такой поворот судьбы. Сын Томаса Тетчера, его звали Питер, это, в общем-то, было семейное традиционное имя, родился в Салеме. В юности едва избежал смерти. Он чуть-либо не погиб в водяной мельнице. Мельница затянула его в шлюз, и ему повезло, что он пронесся между колесами, значит, колодками колеса. Семья, естественно, была пуританская. Его отец был известный священник. Он также последовал по его стопам, окончил Гарвард, получил вторую степень и на некоторое время отправился в Англию. Отец послал его, чтобы он подучился теологии, а также медицине. И внезапная смерть друга поменяла его планы. Он вернулся опять в Новую Англию. Он преподавал в нескольких церквях Бостона, в окрестностях, а затем его пригласили в город Барнстейбл. Но в те времена было принято просить согласия отца, если он был жив, если отец был священник. И в данном случае Томас Тэтчер прислал некоторые требования, которые горожанам следовало выполнить, чтобы он мог дать свое согласие. И в конечном итоге дал свое благословление. Это было буквально незадолго до его ухода из жизни. Но все же Питер Тэтчер продолжал сомневаться, не был уверен, годится ли он как священник. И все-таки согласился. И надо сказать, что он был очень хорошим, талантливым пастором, и большинство прихожан его, можно сказать, обожали. Там он прожил три года. И вот вы видите здание этой церкви, сохранившееся в Барнстейбле. В 1978 году, как я уже говорила, умер его отец Томас Тэтчер. Для Питера Тэтчера это была гигантская трагедия. Он очень любил отца, очень его уважал во всех смыслах. И записал о своей скорби в своем дневнике. Надо сказать, что в те времена было очень популярно вести дневники. И многие члены этой семьи, в частности, вели дневники. Его дневник сохранился. И вот он подробно описывал, это вот как бы сейчас сказали психологи, иногда советуют писать о том, что вот вас тревожит, беспокоит, огорчает. Вот он бумаги придавал свои мысли об ушедшем отце. И кроме того, описывал повседневную жизнь свою, как человека и священника. И всевозможные события, которые случались в жизни, как семьи, так и его города. Значит, надо сказать, что ему очень помогло читать записки на полях, которые оставлял, на полях книг, которые оставлял его отец. Через год после смерти он написал, дай мне, Господь, следовать за ним так далеко, как он следовал за Христом. Но человек, он был очень религиозный, и поэтому вот для него это было основное. В 1677 году Питер Тэтчер женился на Теодоре Аксенбридже, дочери известного проповедника Джона Аксенбриджа. И здесь вот несколько слов об этой семье. Надо сказать, что была традиция в Новой Англии, когда семьи, так сказать, скрещивались, можно так сказать, переплетались связи. И очень часто было очень много родственных связей среди священников. Точно так же и в других сословиях. Джон Аксенбридж принадлежал дворянской семье, которая была близка к английским королям и играла значительную роль в истории Англии. Его отец окончил Оксфорд и в течение 30 лет практиковал медицину, но, что удивительно, без медицинского диплома. В те времена это уже требовалось. И только в возрасте 56 лет он поступил в колледж и получил вожделенное образование. Однако он считался хорошим врачом. Дед Джон Аксенбридж был священником в Орикшире. А среди предков Джона Аксенбриджа были английский король Эдуард III, король Кастилий Филипп и французский короли из династии Вулоа. И несколько слов о двух членах этой семьи, которые достаточно были известны в те времена, когда в 15-16 веках. Прежде всего, это дама Элизабет Аксенбридж Тирвит. Она была писательницей, что по тем временам редкость, а также придворной дамой трех жен знаменитого короля Генриха VIII. И в том числе она была надзиратницей его дочери Елизаветы, будущей королевой Елизаветы I. достаточно такой строгой надзиратницей. А прадед Джона Аксенбриджа, его звали Клемент Рокмортон, был виночерпием в доме последней жены Генриха VIII Кэтрин Парр, а также членом парламента и, что интересно, одним из основателей московской русской компании, которая монопольно торговалась с тогдашней Русью-Россией. Вот вы видите портреты этих людей вот здесь на этом слайде. Джон Аксенбридж, который приходился с векром Питеру Тэтчеру, родился в Англии, учился в Кембридже и в Оксфорде и составил первый свод статей, которые касались управления колледжем. После Оксфорда он работал репетитором в этом же колледже, но знаменитый архиепископ Уильям Лот, который боролся с паритонизмом при короле Чарльзе I, он его лишил должности. И поэтому у Аксенбриджа была довольно бурная биография. Он попал на Бермуды, потом вернулся в Англию, проповедовал в Ярмальте и Беверли, стал проректором Итонского колледжа, потом его опять исключили, попал в Суринам, на Барбадос и в конечном итоге оказался в Новой Англии. И вот именно в Новой Англии, когда он оказался со своей семьей, так пересеклись судьбы двух этих семей, Аксенбриджей и Тетчеров. В 1680 году 300 жителей города Милтон пригласили Питера Тетчера стать священником городской церкви, которая была учреждена за два года до этого. Питер Тетчер обсуждал предложение с семьей, друзьями, коллегами и в результате решил согласиться. Он стал первым священником этого городка в возрасте 25 лет и прослужил до самой своей смерти в 1727 году. В 1680 году в его город Банстейбл, где на тот момент он служил, приехала целая делегация из Милтона, чтобы помочь с переездом. Надо сказать, что выезд был достоин, но если не короля, то какого-нибудь знатного лорда. 57 садников сопровождали Тетчера его семью. В 1881 году его рукоположили пастором в присутствии ведущих бостонских богословов. И в этой же церкви он совершил первое крещение своего сына Аксинбриджа. И что еще стоит отметить? В те времена, если принимали священника на службу, а это, надо сказать, было решение всеобщины, то очень часто с распорстертыми объятиями, если священник людям нравился. И вот милтонцы были очень гостеприимны. Они помогли устроиться Тетчеру, принесли вино, лепешки, буханку хлеба, сыр, яблочный пирог и немного репы. Это все сохранилось в его дневниках. У него было несколько условий, в свою очередь. Прежде всего, он просил его уважать как служителя церкви, вести прихожан в соответствии с церковными правилами, признавать его решение как советника и также обеспечить финансовую безопасность для него и семьи. Но это означало зарплату. Ему платили 65 фунтов. В те времена это были очень неплохие деньги. Треть деньгами, треть трудом и треть товарами и продуктами. Но трудом это означало, что, например, ему обрабатывали поля, где выращался его урожай. И каждый горожанин носил плату для того, чтобы платить ему зарплату. Ему также дали землю. И вот вы видите на иллюстрации, где располагался его дом в этом городке. Он, надо сказать, был выдающимся пастором. Вот вы видите обложки его знаменитых проповедей того времени, то, что было опубликовано. И даже в день смерти он провел две проповеди, утреннюю и послеобеденную. Его ученик, знаменитый священник Коттен Мэттер, провел заупокойную службу после смерти учителя, отметив его благочестие и свободную выразительную красоту молитв. В некрологии на его смерть было сказано, что он был любим прихожанами, обладал благодатью и мудростью, был веселый, приветливый, смиренный и свободно говорил даже с подлецами, с которыми встречался. Надо сказать, что очень много людей пришло на его похороны, и даже его друг, знаменитый судья Сэмуэль Сьюэлл, не смог добраться, ну, пришлось ехать прямо на кладбище, поскольку столько повозок собралось проводить последний путь пастора Питера Тэтчера. Пару слов о Коттене Мэттере и его ученике. Он был из известной династии богословов и врачей, выпускником Гарварда, инициатором создания Ельского университета. И сын ведущего богослова Новой Англии, Инкриза Мэттера, также президента Гарварда, и внук двух духовных лидеров колонии, Джона Коттена и Ричта Мэттера. Он написал более 450 статей и памфлетов, в том числе знаменитую религиозную историю Новой Англии, «Славные дела Христа в Америке», в которой упомянул и о своем учителе, и о многих других, а также другие статьи. И еще он был известен двумя, скажем так, важными делами. Прежде всего, он активно участвовал в судебных процессах над салинскими ведьмами. Надо сказать, достаточно негативную роль сыграл в этом. Если кто-то этой темой интересовался, то наверняка будет знать об этом. И второе – это оспа. И вот опять-таки эта тема оспы очень тесно перекликается с историей семьи Тетчеров, о чем я расскажу буквально в скорости. Значит, в 1721 году в Бостоне разразилась очередная эпидемия оспы. И достаточно много человек умерло, 844, около 900 в панике бежали. И тогда же произошло событие, которое существенно повлияло на лечение оспы, кардинально, скажем так. У Коттона Меттера был раб из Африки, который рассказал ему о диковинном, как тогда считалось, метод излечения от оспы. Называлось это инокуляция или вариоляция. Это когда оспенный материал от больного инфицированного человека из его пустол переносился неинфицированным, то есть делался надрез на коже и втиралось вот это вещество. Это достаточно все-таки был рискованный метод. Не все, так сказать, переносили его легко, были и смертельные случаи. Но Меттер убедил врача бостонского Забдиэля Бойлстона попробовать. И Бойлстон провел на двух слугах и на собственном сыне эту инокуляцию. А также он стал делать это своим пациентам. Надо сказать, что бостонцы тогда тоже были как-то называемые антиваксеры, хотя это была не вакцинация. И многие грозились убить и Меттера, и Бойлстона, но обошлось. И надо сказать, что в процентном отношении инокуляция действительно была очень эффективна. Только шесть человек погибло из тех, кому его револировали. Это 3%, в то время от Оспы 14%. Вот вы видите портрет Бойлстона и также его брошюру о том, как он применял свой метод. Надо сказать, что по результатам его доклада в Англии его приняли в Королевское общество Британии. И еще хочу отметить, что этот человек был двоюродным дедом двух известных бостонских политиков. Один из них был Джон Адамс, второй президент Америки, а второй видный благотворитель Николас Болстон, в честь которого многое было названо в самом городе. Аксенбрид Тэтчер, старший сын Питера Тэтчера, родился в Милтоне. И этот человек, хотя тоже окончил Гарвард, выбрал карьеру не священника, а политика. Он вступил в так называемую народную партию, которая боролась за колониальные права к Новой Англии. Эта партия была основана Элишей Куком-старшим. Это был богатый врач, политик и бизнесмен, спикер палаты представителей Массачусетса, а также его сыном Элишей Кукой-младшим, который также был врачом, политиком и одним из самых богатых людей Массачусетса. Аксенбридж Тэтчер был членом горсовета Бостона, представлял город Милтон в генеральном суде Массачусетса. А дальше мы переходим к его сыну, Аксенбриджу Тэтчеру-младшему. Имя Аксенбридж – это в честь предка полений Аксенбриджей. Вы знаете, в Америке есть такая тенденция давать первые имена в честь фамилий. Итак, его сын родился тоже в семейном гнезде в Милтоне. В возрасте 16 лет потерял любимую мать. И вскоре отец женился на вдове. Ее дочь Сара стала сводной сестрой Тэтчера. Надо сказать, что молодые люди проникли симпатией друг к другу. И в результате 21-летний Аксенбридж женился на 17-летней сводной сестре. У них было 9 человек детей, 5 дочерей и 4 сына. Из них старший Питер Аксенбридж Тэтчер – это тот самый серебряный голос революции, о котором я вам расскажу буквально достаточно быстро, через несколько минут. Но вначале об его отце. Его отец назывался человеком, который пробудил американскую революцию. Он был выдающийся адвокат, окончил Гарвард по специальностям теологии и права. Вначале планировал пойти по семейному пути и тоже быть священником, но слабое здоровье не позволило. И тогда он решил выбрать другую специальность. Надо сказать, что он был очень хорошо образован. Он знал латынь, французский, историю, медицину, географию. Основал общество распространителей христианских знаний среди индейцев Северной Америки. Был очень любим и уважаем в колонии. Право он изучал совместно со знаменитым политиком Массачусетса того времени Джеймсом Оттисом. А был их тьютором, так называемым, величайший юрист и ученый Джереми Гридли. Надо сказать, что Гридли предвидел будущее баталии со своими учениками, когда сказал, что он вырастил двух молодых орлов, которые однажды выклюют ему глаза. Но об Оттисе я скажу, что это был тот человек, который выдвинул девиз налогообложения без представительства – это тирания. Он этим был, так сказать, прославлен. Говоря об адвокатской практике Аксенбриджа Тэтчера-младшего, нужно сказать, что в то время это было достаточно хлопотным и сложным делом, почти в зачаточном состоянии. Юристы готовили самые дела, затем отстаивали во всех судах, то есть не было, как сейчас, помощников, адвокатов, паралеголов и так далее. Они также совмещали бухгалтерские, земельные, деловые вопросы и были клерками сами у себя. Адвокатская контора Аксенбриджа Тэтчера находилась напротив Капитулии Штата. Вначале он брал самые безнадежные дела о разводе, но через несколько лет добился впечатляющего успеха. Стал членом общего суда Массачусетса и видным политиком, который занимал различные должности. Джон Адамс, который был фактически его учеником, писал, что любезные манеры, чистые принципы, соединенные с очень легким музыкальным красноречием, сделали его очень популярным. Он добавлял, что он был выдающимся адвокатом с обширной практикой. В этом городе не было более любимого всеми жителя. Его образованность, изобретательность, домашние и социальные добродетели во всех сферах жизни. Его патриотизм был таким же пылким, как его предки. И надо сказать, что это была большая похвала в устах Джона Адамса. Ну и вот сейчас о трех людях, которые были и его учениками, и коллегами. Это Джон Лойл, довольно известный политик, был делегатом Конгресса Конфедерации, судьей апелляционного суда. Надо сказать, что он был человеком таким не очень с устойчивыми принципами. И Тэтчер признал его за лизоблюдство, присмыкание перед королевским губернатором колонии. Джон Адамс, известный всем, второй президент США, вице-президент, один из лидеров американской революции, основателей США, дипломат и соавтор декларации независимости и Конституции Массачусетса. И Джозай Куинси, очень талантливый юрист, который писал в бостонскую газету Самуэля Адамса, представитель бостонских сынов свободы, и тот человек, который после смерти, скоропостижной смерти Оксенбриджа Тэтчера, принял его адвокатскую практику. И вот теперь о деятельности Тэтчера как человека, разбудившего американскую революцию. Он достаточно активно участвовал в политике в Массачусетсе, был лидером партии Вигов, представлял бостон в Генеральной Ассамблее, выступал за колониальные права против британской политики в отношении колоний и написал несколько известных работ того времени о чеканке золотых монет, блестящую брошюру, которая называлась «Чувство британского американца», вы видите обложку ее, подготовил обращение к королю и парламенту, призывая прекратить взимать налоги с колонистов без их согласия, выступал против закона о Сахаре 1964 года и осудил налогообложение без представительства. Он и его друг, иногда соперник Отис, были против так называемых приказов о помощи, которые были приняты губернатором Массачусетса, королевским губернатором в 1760-61 году. Эти приказы позволяли обыскивать дома и корабли колонистов без всякого на то основания, только по подозрению в контрабанде. И надо сказать, что недобросовестные таможенники пользовались этим без зазрения совести. И это очень усилило противостояние между колонией и Британией. И надо сказать, что споры по поводу этих приказов впоследствии инициировали четвертую поправку Конституции США, которые запрещали обыск без ордера на обыск. Настолько были серьезные проблемы с этими приказами о помощи, что 63 торговцы из Бостона и Салема наняли Тэтчера и Отиса, чтобы они защищали их права в суде. А их бывший учитель Гридли, а также губернатор будущий Хатчисон, были их оппонентами, а также были еще несколько судей. Надо сказать, что Джон Адамс восхищался речью Тэтчера, его принципами и красноречием. Тэтчер, как он говорил, спорил мягкостью манер, изобретательностью и хладнокровием рассуждений. По словам Тэтчера, эти приказы были недопустимы, так как они не упоминали в древних законах Англии, и они были изданы в Англии, не означало, что они должны быть выпущены в Массачусетсе, поскольку высший суд Массачусетса не разделял власть Казначейского суда Англии в выдаче таких приказов. Тэтчер, по сути, действовал как юрист, а его коллега Утис приводил философские основания. Он говорил, что дом каждого человека – его крепость. Пока он молчит, его также хорошо охраняют, как принца в его замке. Он ссылался на великую хартию вольности, на естественное право и права колонистов как англичан. Однако аргументы ни первого, ни второго не были услышаны. Судьи их отмели, и дело было проигрывано. Хотя Адамс сказал, что это было место, где и родился ребенок-независимость. Вот вы видите изображение как раз, когда Утис выступал в этом суде. Надо сказать, что очень активно колонисты следили за этим процессом и читали аргументы обоих юристов. Что еще следует сказать? Адамс упоминал в своих мемуарах, что с 1758 по 1665 год он посещал все суды в Бостоне, после которых Тэтчер приглашал его домой, где они разговаривали на все темы – религии, морали, права, политики, истории, философии, мифологии, космогонии, метафизики и так далее. То есть вообще охват тем был обширный. И он отмечал при всем этом, он ценил его характер, но считал, что интеллектуально он ниже Утиса. Почему? Тэтчер не облажает той же силой и эластичностью. Он разумен, но медлителен в концепции общения. Он странный и чувствительный, он непрост. Он считал, что Тэтчер был очень нежным, чутким человеком, его страсти было легко задеть. Но при этом он говорил, что именно Тэтчер способствовал пробуждению умов, приведшему к революции. В феврале 1764 года произошло событие, которое как раз я вам говорила о связи Оспы и семьи Тэтчер, которое коренным образом перевернуло историю Аксенбриджа Тэтчера-младшего и его семьи. Он решил сделать инокуляцию. В то время опять появилась эпидемия Оспы в Бостоне, и он решил сделать инокуляцию, поехать в Шерли-Пойнт, место, где это проводили, сообщил своему другу Пейну о том, что он хочет это сделать. Но, к сожалению, инокуляция оказалась неудачной. Он не только подхватил болезнь сам, но и заразил любимую жену Сару, которая умерла от Оспы в Милтоне. И вот вы видите, вот пример это, как выглядел, как вот сейчас дают справки о прививках, почти то же самое и тогда давали. Однако он все равно продолжал свою политическую деятельность, его избрали в палату представителей, но здоровье ухудшалось и ухудшалось. И Адам вспоминал буквально предсмертные слова Тэтчера. «Я выйду в суд и произнесу речь, которая будет прочитана, как мое предсмертное свидетельство против этой адской тирании, которую они навязывают нам». Он был почти в полубреду. Адамс не был уверен, что же послучило проблемами со здоровьем. То ли врачи перенапрягли его сосуды ртутью, когда он болел Оспы, это был метод лечения, или он был подавлен общественными тревогами и усилиями. Как бы то ни было, он умер, как врачи сказали, от легочной чахотки 9 июля 1765 года, практически через год после ухода из жизни его жены. Похоронили по масонскому обряду. А его место в палате перешло к Самуэлю Адамсу, видному политику, философу и одному из основателей США. И вот здесь еще один момент, я вам говорила, перекликается на историю этой семьи. Друзьями семьях Сембриджа Тэтчера была довольно богатая семья Уитли. В их семье воспитывалась девочка, которую привезли из Африки. Надо сказать, что воспитывалась она на правах члена семьи. Ей дали очень хорошее образование по тем временам. Эту девочку нарекли Филлису Уитли. Филлис в честь корабля, на котором ее привезли, а Уитли – это семейная фамилия. Эта девочка начала писать стихи очень рано. То есть ее привезли в возрасте 7-8 лет в Америку. И вот в 12 лет она написала первое стихотворение. Это стихотворение было на смерти Аксенбриджа Тэтчера и его жены Сары. То есть вот второй некролог, когда написан человеком другой культуры, но она восприняла полностью английскую культуру, литературу и так далее. Она очень прославилась, прожила, к сожалению, недолго. Освободили ее из рабства в 1773 году, но судьба ее, к сожалению, не сложилась. Но вот это стихотворение осталось в памяти потомков, как вот после стихотворения индейца на смерть предка Аксенбриджа Тэтчера. Как я уже говорила, в семье Аксенбриджа Тэтчера было 9 человек детей. Старший сын Питер Аксенбридж Тэтчер, опять-таки семейные времена, родился в семейном гнезде в Милтоне в 52-м году, куда его родители переехали, чтобы спастись от Оспы, еще той эпидемии, тогда они уцелели оба. В возрасте 7 лет он стал студентом Бостонской латинской школы и был настолько успешен, что директор школы позволил ему фактически окончить школу экстернов. Он перепрыгивал через классы, он был настолько талантлив. И еще надо отметить, что сын директора был выпускником этой же школы, преподавал в ней во времена, когда там учился Питер и был одним из активных, как и многие выпускники Бостонской латинской школы, революционеров. Именно возможно влияние Джеймса Лоуэлла на Питера Тэтчера и повлияло, что он стал впоследствии трибуном американской революции. Сам Лоуэлл тоже достаточно бурно провел свою жизнь. Он арестовался королевскими властями, сидел в тюрьме, участвовал в континентальном конгрессе, подписывал статьи Конфедерации, а кроме того, он был экспертом по шифрам и кодам и отцом американской криптографии. Когда умер отец Питера Тэтчера, ему было всего лишь 12 лет, там 13 год. Семья осталась в бедности. Дети, старше из которых было 22 года, а младшему год, оказались в очень тяжелой ситуации. Их дед уже был весьма в солидном возрасте, и его возможности были очень ограниченными. Поэтому он перед смертью, а умер дед Питера Тэтчера в 72 году, в возрасте 91 года, попросил своих друзей позаботиться о мальчике, ну и вообще остальных внуках. И именно друзья отца и деда помогли Питеру Тэтчеру получить образование в Гарварде, которое, надо сказать, он успешно окончил в возрасте 17,5 лет. И в течение нескольких месяцев ему пригласили, он преподавал в Челси, за 6 фунтов квартал, был учителем. А потом случилось событие, которое переломило его жизнь полностью. Его пригласили пастором в город Молден. В то время было принято, что после ухода или отъезда священника, горожане проводили митинг, ну вот как сейчас тоже бывает, общее собрание, и выбирали нового священника. Надо сказать, что предшественником Тэтчера был знаменитый пастор Эмерсон, предок поэта Бостона, из тех, я думаю, что многие из вас слышали это имя, Ральфа Валда Эмерсона. Пастор Эмерсон в течение нескольких декад служил в Молдене, был очень популярен, и поэтому было нелегко, что называется, вступить на его место, как вот говорят. Капитан Грин прослышал о способностях молодого Тэтчера и пригласил прочесть пробную проповедь. Надо сказать, что она была настолько удачной, что его пригласили еще на шесть. И так он понравился горожанам, что было предложено, чтобы он прочел еще 13 проповедей в каждую субботу последующего года. В результате его серебристый голос, золотое красноречие настолько очаровали прихожан, что они пригласили его пастором с жалобами в 86 фунтов, 13 шиллингов и 4 пенса. Все, так сказать, подсчитано до копейки. И он переехал. В возрасте 18 лет он стал пастором города Молден. Но было принято, что пастор имеет семью. Он женился, женился на вдове почти на 10 лет его старше, что не помешало их счастливой семейной жизни. У них было 10 человек детей. Вы видите фотографию пасторского дома, который был построен за несколько декад до этого, а также церкви, в которой он служил. Надо сказать, что с первого дня, когда его назначили пастором, он обрел бешеную популярность. Толпы слушателей жажданнимали каждому его слову. Он был очень притягательным человеком, выдающимся оратором. Голос был особенно мелодичен и хорошо модулирован. Молитвы его выразительные, пылкие, страстные, убедительные настолько впечатляли аудиторию, что его встречали каждый раз аплодисментами. И, конечно, в те времена нельзя было обойти стороной почти все священники то, что происходило в политической жизни колонии. И вот вы видите те самые законы и акты, против которых колонисты отчаянно сопротивлялись. Это и гербовые марки, и закон о чае, и многие другие, закон о сахаре. И, безусловно, Тэтчер, который был воспитан в передовой семье, не мог обойти стороной то, что происходило в его родном штате и стране. И фактически именно с того момента, когда он стал священником Молдена, борьба жителей за свободу значительно усилилась. Он был не только пастырем душ, но и патриотом своей страны и активно поддерживал будущую американскую революцию. И, как писали впоследствии, новый министр добавил огонь своего мужества юношеского рвения к борьбе молденцев за свои права. В 1773 году молденцы организовали комитет по переписи инспекции безопасности. В числе членов был и Питер Тэтчер. И этот комитет разослал жителям Бостона в письмо, в котором поддерживал акции Бостона по подавлению проявлений тирании, угнетения и сохранению справедливых прав и привилегий народа. Жители Молдена надеялись, что тирания может быть полностью сломлена, а Новая Англия будет пользоваться своими бесценными привилегиями, неприкосновенными для последних поколений, и что всякий порог и безнравственность будут подавлены. Жители Молдена верили, что бостонцы увидят счастливые плоды своего усердия в деле свободы и будут одними из первых разработчиков тех правовых и конституционных методов, которые может установить наши чартанные права. И довольно скоро они выписывали еще одну резолюцию, которая явно была написана под влиянием Питера Тэтчера. Наши братья в этой и других провинциях принимают все законные и конституционные меры для возмещения нашего невыносимого бремени, а также для защиты и поддержки наших бесценных гражданских и религиозных прав, приобретенных нашими предками. Постепенно тон заявлений менялся, чем больше Британия пыталась подавить сводоволюбивых колонистов. Последние акты британского парламента, и особенно те, которыми отменена хартия этой провинции, очень несправедливы, неразумны и жестоки. Имеется в виду, что лишили многих прав колонию Массачусетса и перевели ее в статус королевской колонии. Молденцы перешли от простой поддержки действий и решений бостонцев к активному противодействию британских властям. 20 сентября 1774 года был организован специальный комитет по составлению инструкций для представителя Молдена в Генеральном суде. И Питер Тэтчер активно участвовал в работе комитета. Вы видите, вот иллюстрация, это я подобрала несколько довольно интересных карикатур, выпущенных в то время, которая показывала всевозможные действия Британии против колоний. В частности, вот здесь премьер-министр Англии Лорд Норд вливает в горло условной Америки чай, который символизировал невыносимые, так называемые невыносимые акты. В то время, как известный бабник задирает ей руку, юбку, а второй держит ее за руки. И вот эта такая очень символическая карикатура, она очень хорошо отражала ситуацию того времени. Что касается инструкций, что писалось в этих инструкциях, которые были вручены капитану Хардену из Молдена? Если махинации врагов нашего общественного счастья венчаются успехом, мы попрощаемся со всеми лесными перспективами, которые до сих пор наслаждались, и передадим нашим потомкам права и свободы, унаследованные от наших прославленных предков, за которые те заплатили величайшую цену. Наша твердая обдуманная решимость скорее рискнуть жизнью и состоянию, чем подчиниться этим неправедным актам британского парламента, которые претендуют на то, чтобы регулировать правительство этой провинции, где живут свободные, храбрые люди, и мы полны решимости жить и умереть, как подобает потомкам наших предков. Опять-таки иллюстрация показывает символическое английское государство, которое пытается ограбить колониста. Молденцы также высказывались достаточно негативно о тех, кто поддерживал британскую корону, как их называли лоялисты или тори. «Подрыв устава этой провинции, узурпация мест в Совете несколькими людьми, честолюбие и жадность побудили их предать свои права и запятать свои имена неизгладимым позором. Сэр, мы даем вам самое торжественное поручение, чтобы вы не оказывали ни малейшей степени благосклонности, относились к тем презрением, негодованием, отращением, которых справедливо заслуживает их несравненное вероломство». И вот вы видите две иллюстрации. Одна довольно безобидна относительно. Это мальчики издеваются над лоялистом, на спине которого висит бумага. А вторая менее безобидна и показывает реальный случай, когда таможенника лоялиста вымазали дегтем и изваляли в перьях. И таких случаев было достаточно немало в то время. Это был типичный метод расправы с неугодными. Работа Тэтчера в революционных комитетах. Его избрали в комитет для подготовки соглашения о подписании списков, так называемых списков тревог и тренировок. В начале 1975 года Питер Тэтчер был избран, чтобы заботиться о деньгах, которые могут быть собраны для города Бостона. Его отправили в комитет в том же году безопасности в Кембридже, чтобы получить указания, как регулировать охрану и любые другие вопросы, касающиеся безопасности города. Кроме того, он сотрудничал в комитете для консультации по вопросам безопасности. Однако он хотел сражаться, как ярый патриот. И все же его капитан, его городской милиции, сказал ему, что он будет намного полезнее, как священник, и должен служить делу человечества на линии своей профессии. Он вместе с двумя другими священниками наблюдал за битвой при Банкер-Хилле, знаменитой битве, и впоследствии описал ее по просьбе комитета безопасности для передачи в Англию и для потомства. И впоследствии именно это описание было включено в историю осады Бостона. И о этом он тоже говорил в своих проповедях, очень ярких, очень выразительных и поднимающих дух колонистов. 5 марта 1776 года Питер Тэтчер произнес знаменитую речь памяти жертв бостонской резни 1770 года. Надо сказать, что после этого события в Бостоне была традиция ежегодно произносить речь в память о погибших. Но именно речь Тэтчера стала одним из тех выдающихся событий, которые подняли колонистов еще больше на борьбу с британской короной. Ну, я думаю, что многие из вас, если не все знают, что такое бостонская резня, буквально в двух словах. Это событие случилось 5 марта 1770 года, в ходе которого группа из 9 британских солдат расстреляла 5 человек из толпы в 300-400 человек колонистов, которые оскорбляли их словесно и бросали в них всевозможные предметы. То есть на самом деле они были спровоцированы, выстрел был случайным, первого солдата, остальные тоже присоединились без приказа, но 5 человек были убиты. Конечно, резней это в полном смысле слова не назовешь, но так она подавалась известными колонистами-революционерами. И вот картинка, которую нарисовал Пол Ревир, знаменитые, эта гравюра, она тоже очень воспламенила сердца жителей всех 13 колоний. Надо сказать, что суд над британскими солдатами был достаточно справедливый и открытый. И что самое интересное, защищал их будущий второй президент США Джон Адамс, который стоял за соблюдением порядка до самого конца. Шесть солдат были оправданы, два были признаны виновными в непродумышленном убийстве и получили смягченный приговор. Их приговорили к лимению рук. Это вот вкратце о самом событии. А теперь о его речи, о речи Питера Тэтчера о бостонской резне. Губернатор, королевский губернатор, не разрешил произнести речь в Бостоне. И поэтому он выступил в Уотертауне. Встретил несмолкающие, как говорят, бурные аплодисменты. Его выступление называлось «Принципы и акты революции» и считалось одной из лучших речей, революционных речей той эпохи. Вы видите обложку его речи. Что он сказал в своей речи? Об истинных целях британских властей. Они трудились, чтобы убедить человечество, что его общественное счастье состоит в подчинении бесконтрольной власти. Что оно не способно судить о тайнах правительства. И что в его интересах передать свое имущество, свои свободы и свою жизнь в руки абсолютного монарха. И я хочу сказать, что вот я дальше процитирую, не все, конечно, но что я хочу сказать. Его речь абсолютно современна. Хотя она была написана несколько столетий назад и произнесена, она абсолютно современна и отличает, когда люди пытаются оспаривать свои права против правительств, особенно тиранических. Лицемеры, пресмыкающиеся и малодушные священники, нечестиво осмелились стать оракулами божиями на службы деспотии, утверждать, что мы обязаны отдать наши права в руки тирана, и что это бунт против Бога и измена князю, если мы попытаемся свергнуть их. Он презирал методы, которыми правители пытались подчинить себе всю нацию. Искусство взяточничества и коррупции было опробовано с фатальным успехом. Люди продали своих детей, свою страну и своего Бога. Тетчер подчеркивал, что британские традиции свободы были утеряны. Британская нация, когда-то славившаяся своей привязанностью к свободе и с энтузиазмом завидовавшая своим правам, теперь предотвратилась большого ручного зверя, который увлекает за собой любого министра, который захочет его использовать. Какой бы грозной ни была когда-то сила британского льва, теперь он потерял свои зубы. Произошло всеобщее рассеяние той простоты нравов и непоколебимости честности, которыми когда-то была замечательная эта нация. «Законодательная власть Великобритании полностью корруппирована. Ее администрация произвольна и тиранично. Она обременена невыносимым государственным долгом. Она стала пошмешищем тех чужеземцев, которым когда-то была страшна». Вы видите иллюстрацию британский лев против четырех зверей, которые его атакуют, в том числе Испания, боевой петух Франции, гремучая змея Америка и мопс Голландия. Тэтчер писал об английской политике. «Теоретически британская конституция превосходна, но когда мы наблюдаем, как это притворяется в жизнь, когда мы наблюдаем за британским правительством, его хвастливые преимущества нереальны. Управление государственными доходами, назначение гражданских и военных чиновников принадлежит королю, который нашел средства подкупить другие ветвы законодательной власти». Он также говорил о самих организаторах бостонской бойни или резни. «Чтобы запугать нас и заставить подчиниться необоснованным притязаниям, они направили в город Бостон военные силы. Наша молодежь была развращена, храмы были возмутительно осквернены, мы испытали самые провокационные оскорбления и увидели улицы Бостона, усыпанные трупами пяти его жителей, хлонокровно убитых британскими наемниками. Мы видели, как земля была залита кровью сотен наших сограждан. Мы видели первый город Америки по богатству и размерам обезлюдивший. Мы видели, как другие города были разрушены и слышали, как наши свирепые враги дышали жаждой нашей крови». Это он говорит уже о действиях британской армии в ходе военных действий, вот знаменитой войны за независимость. «Они снова пролили американскую кровь». И дальше он объяснял мотивы мести колонистов британской коронии. «Водушевленной, не спровоцированной обидой, как лев, пробудившийся ото сна, мы бросились к оружию. Мы чувствовали себя вдохновленными духом наших предков. Мы слышали, как кровь наших братьев взывала к нам отомщение. Мы бросились в самую гущу сражения. Мы заставили наших врагов обратиться в позорное бедство. Мы решили никогда не вкладывать меч в ножды, пока не получим возмещение за наши раны, не обеспечим свободу свою и нашего потомства». «И восхищался мужеством и стойкостью молодой американской нации. Как отличается нынешнее состояние нашей страны, происходящее от расов, выносливых предков, которые любили свою свободу больше, чем жили? Они способны терпеть невероятные трудности, храбро бросаются на поле битвы, с хладнокровием встречают любую опасность, и государственные деятельности способны создать и защитить свободную обширную империю. Их полководцы храбрые и гуманные, бесстрашные и предусмотрительные». Он восхвалял мужество совочистников, которые сражались на поле битвы, были грозным противником, хотя были окружены войсками, которые считались непобедимыми, хотя они видели жилища объятыми пламенем, хотя пушки грохотали со всех сторон. Они не отступали, пока дважды не заставили своего врага отступить и не израсходовали свои боеприпасы. И также в своей речи он высказал скорбь по поводу жертв и жестокости войны. «То приподнятое настроение духа, которое повозбуждается нашими победами, приглушается нашим чувством бедствий войны. Услышать угасающие стороны наших любимых соотечественников, увидеть пламя наших жилищ, некогда обители мира и изобилия, восходящие к небесам, видеть разорения и запустения, охватившие наши плодородные деревни». Он горевал и о смерти знаменитого генерала Уоррена. Джозеф Уоррен – это был известный массачусетский врач, политик, который участвовал в сражениях при Лексингтоне и Конкорде, погиб в битве при Банкер-Хилле. Надо сказать, что он не был военным, ему дали звание генерала, но сражался именно как рядовой и погиб в битве при Банкер-Хилле. Мы оплакиваем героев, которые уже погибли на ложе чести, особенно генерал Уоррен – добрый, человечный, доброжелательный друг, незгибаемый патриот и неустрашимый полководец. Он говорил о том, что потери вдохновляют колонистов на дальнейшие действия. Нежные чувства человеческого сердца глубоко затронуты судьбой этих и других героев, которые пролили кровь и погибли за то, чтобы их страна была свободна. Но в то же время в груди каждого возбуждается ощущение негодования. Он будет слушать голос их крови, которая громко взывает к небу и нему о мести. Он бросится в самую гуще опасностей. И вот это одна из знаменитых карикатур того времени. Лошадь Америка сбрасывает своего хозяина. Хозяин – это, конечно, король Георг III, британский, английский. Тэтчер призывал своих соотечественников присоединиться к борьбе за свободу. Свобода предлагается нам. Она приглашает нас принять ее в благословление. Давайте противостоять атакам неосторожных похитителей. Мы можем защитить ее от их власти и передать ее благословление миллионам и миллионам наших потомков. От наших усилий зависит их свобода. Будет ли восходящая империя Америки империя рабов или империя свободных людей? Пусть наши сердца пылают огнем патриотизма. Пожертвуем нашим комфортом, состоянием и жизнями, чтобы мы могли спасти нашу страну. Будем с нетерпением ждать светлого дня, который откроет нам свободное и независимое государство. И в конце он завершал свою речь, свою знаменитую речь о бостонской резне такой фразой. О боже, дай Америке быть свободной. Надо сказать, что речь произвела такое грандиозное впечатление на конгрессменов Массачусетса, что они дали ему полномочия по вербовке солдат для защиты морского побережья штата. И кроме того, что она произвела гигантское впечатление на революционеров, но также и на тех, кто были в последствии авторами Декларации независимости и революционных философов, в частности, знаменитого Томаса Пэйна. Это был англо-американский философ, политик, революционер, который эмигрировал в Америку в 1974 году при поддержке Франклина и издал несколько критических, очень порой сложных, вызывавших критику произведений, в том числе известный «Здравый смысл», который был издан в 1776 году и сыграл важную роль в склонении колонистов к независимости революции. Надо сказать, что эта брошюра была напечатана 250 тысяч копий, при том, что население всех колоний было около 2,5 миллионов человек. И вот в этой брошюре было то сходство с фразами Тетчера. «Нам предлагается свобода, она приглашает нас принять ее благословление, изданное из других регионов земного шара, она желает найти убежище в Америке. Когда земная сцена закроется вместе с нами, давайте угаснем с этой молитвой на наших дрожащих устах. Боже, позволь Америке быть свободной». Это фактически пересказ того, что сказал до него в 1975 году Питер Тетчер. Следует сказать еще пару слов о Пэйне, что это был такой, знаете, фанатик-революционер, который был и во время революции во Франции, там чуть не поплатился головой, его спас будущий американский президент Монро от казни. Потом он вернулся в Америку, он успел переругаться со всеми. В Англии за него был, за его голову был назначен награды, чтобы арестовать. Во Франции он тоже был нежелателен. Да и в Америке он обругал президента Вашингтона и многих других видных политиков. В общем, достаточно был, как бы сказали, персоной нон-грата. Не очень-то его принимали. Но был при этом очень известный философ. В 76-м году молденцы написали первые в стране, первые в Америке декларацию независимости от британской короны. Фактически это ее автором был Питер Тэтчер. Они были опубликованы 27 мая 1776 года, за шесть недель до официальной декларации независимости и за несколько дней до Бостонской декларации независимости. То есть это было первое событие вот такого рода в истории страны. Зачитал их в генеральном суде Массачусетса Эзера Сарджент. И вот это вы видите текст этих инструкций. Один из важнейших документов той эпохи. Что было сказано в этих инструкциях о роли Великобритании? Было время, сэр, когда мы любили короля и народ Великобритании искренней сыновней и любовью. Были заинтересованы в их славе, разделяли радости и печали. Но наши настроения изменились. Наша душа теперь страстно желает, чтобы Америка стала свободным и независимым государством. Ощущение незаслуженных травм вызывает негодование у самых мирных людей. Такие раны были нанесены колониям Британии. Король и его приспешники предъявили неоправданные претензии, чтобы обложить нас налогом без нашего согласия. Они послали в Америку флот и армию, чтобы, лишив нас нашей торговли и перерезав глотки нашим братьям, заставить нас подчиниться и воздвигнуть систему деспотизма в Америке. Мы помним роковой день. Угасающие стоны наших соотечественников еще вибрируют в наших ушах. И мы видим их мирные жилища в пламени, восходящем к небесам. Мы слышим, как их кровь взывает к нам земля мести. То, как велась война, подтвердило наши взгляды на пиратство и убийство, грабежи и злоупотребления, которые были заметны в поведении королевских войск. Беззащитные города подвергались нападению и разрушались. Руины Чернстауна каждый день напоминают об этом. Крики вдов и сирот требуют наших действий. Мы долго питали надежду на то, что дух британской нации побудит их отстаивать свои собственные наши права, накажет высокопоставленных негодяев. Мы напрасно надеялись, поэтому мы с пренебрежением отказываемся от нашей связи с царством рабов. Мы прощаемся с Британией. Вы видите на иллюстрации карикатуры, опять-таки, того времени, как старая Англия пытается вернуть своих злых американских детей. Веревочки привязаны к их носам, и она дергает за эти веревочки. А также оригинальный текст вот этой декларации. Дальше, что говорилось в тексте. Мы убеждены в том, что нынешнее поколение не выполнит своего долга перед Богом, своим потомством и самими собой, если не создаст американскую республику. Это единственная форма правления, которую мы хотим утвердить, ибо мы никогда не сможем добровольно подчиняться какому-либо другому государю, кроме того, кто, обладая бесконечной мудростью, добротой и честностью, один способен иметь неограниченную власть. Мы безгранично уверены в мудрости и справедливости континентального конгресса. Мы поручаем дать самые твердые гарантии, что если они объявят Америку свободной независимой республикой, ваши избиратели будут поддерживать и защищать эту меру до последней капли своей крови и до последнего гроша своего состояния. Тоже немаловажно. Надо сказать, что его пробоведи, помимо этих инструкций, вдохновляли и убеждали солдат-революционеров в том, что они должны считать себя сражающимися под знаменем Божьим и защитниками его дела, и побуждали к подвигам героической доблести. Тэтчер писал письма, не только выступал с пробоведей, он писал письма, когда он был в действующей армии, рассказывая о здоровье и благополучии членов бостонской милиции. Он писал всевозможные прокламации, выступал где только можно, не только в церквях, но и в залах судебных заседаниях, на различных публичных собраниях. То есть он был активный революционный священник. В 1780 году он был делегатом от Молдена на съезде для принятия Конституции Массачусетса, одним из самых активных участников. При этом он выступал против учреждения должности губернатора в демократическом государстве. Он поддержал все же новую Конституцию Штата, а также новую Конституцию США. И вот высказывание двух людей, которые знали его и написали о нем. О роли Тэтчера в революции написал Харрисон Грей Отис, это племянник Джеймса Отиса, который был другом его отца. Во время революционной борьбы он проявил искренность и решимость. Многие из его выступлений дышали духом пламенного патриотизма и прекрасно побуждали его слушателей, если понадобится пожертвовать всем ради свободы страны. Он обращался к многочисленным собраниям очень красноречиво и эффективно. И священник Кук из города Лин в своей работе «Столетие пуританства» так говорил о Тэтче. Он был восхитительным проповедником. Ни один молодой человек не проповедовал таким многолюдным собранием, как он. Он был ярым кальвинистом и искренним приверженцем пуританской веры. В молитве он был необыкновенно одаренным, выражал патетическими словами благочестивые чувства своего сердца, возбуждая глубокие чувства в слушателях. И он был одним из самых ярких огней бостонской кафедры. В 1785 году Тэтчера пригласили пастором в Бостон на Братл-стрит. Однако жители Молдона не хотели с ним расставаться, поскольку они им искренне и глубоко восхищались. В ходе долгих переговоров было решено, что церковь на Братл-стрит выплатит церкви Молдона долг в тысячу долларов, который возник в результате бедствий в период революции. И таким образом Тэтчер перебрался в Бостон. Помимо пастерства он также был секретарем общества распространения Евангелия среди индейцев, секретарем общества распространения христианских знаний, членом Американской Академии Искусств и Наук, соучредителем Массачусетского исторического общества. В те годы он произносил много проповедей по печальным поводам, так называемых похоронных проповедей на смерть видных политиков того времени, в частности Джорджа Вашингтона, губернаторов Боудена, Ханка Кассамнера и многих других, ну и, конечно, рядовых прихожан тоже. И вот вы видите три из его известных проповедей на смерть политиков, опубликованные вот это обложки. К сожалению, здоровье Тетчера было достаточно слабым. В 1802 году он почувствовал, что оно очень ухудшилось, и по совету врачей был вынужден перебраться в штат Джорджия в надежде извлечь пользу из мягкого климата. Надо сказать, что прихожане искренне переживали за него и собрали деньги на то, чтобы покрыть расходы на путешествия. Но болезнь прогрессировала очень быстро, и он умер в городе Саванна через шесть недель после отъезда из Бостона. Умер он от туберкулеза, очень распространенной в то время болезни, неизлечимой, и несмотря на то, что климат Америки был здоровее, чем, скажем, климат Англии и вообще Европы, но тоже эта болезнь снимала свою печальную жатву и в Америке. Его сын вспоминал, что в начале вечера, за несколько часов до смерти, Питер Тэтчер повторил знаменитую детскую молитву. «Ложусь я спать, молю Господа душу мою сохранить. Если я умру до того, как проснусь, молю Господа принять мою душу». И, повернувшись к сыну, сказал, «Сын мой, эту маленькую молитву я не пропускал повторять перед сном в течение сорока лет. Это может быть в последний раз. Я заклинаю тебя не пропускать ее никогда». Вот это вы видите на этом слайде одно из последних писем Питера Тэтчера, а также человека, который прочел проповедь в связи с его уходом, когда его хоронили. Это человек Уильям Эмерсон. Это внук того самого пастора Эмерсона, после которого Питер пришел служить в Молден. Уильям Эмерсон служил в Бостоне, был основателем философского общества, клуба антологии Атенеума, а также отцом того самого Ральфа Валда Эмерсона, о котором я говорила несколько раньше. И вы видите обложку проповеди на смерть Питера Тэтчера. Пару слов о его потомках. У него была, как я уже говорила, большая семья. Два сына, ну, несколько детей умерли в младенчестве, два сына стали пасторами. Это Томас Кушинг Тэтчер, который был пастором в линии, и сам отец его рукоположил на службу. И Самуэль Тэтчер. К сожалению, портрета Томаса я не нашла, по-моему, его нет вообще. Самуэль Тэтчер был талантливый пастор, но, к сожалению, страдал той же болезнью, что и отец, и очень рано ушел из жизни. Он служил в Бостоне, в связи с ухудшением здоровья должен был оставить свою работу в Южной церкви Бостона, уехал в Англию, потом перебрался во Францию, и там и умер в достаточно раннем возрасте. А еще один сын, Питер Тэтчер, пошел по стопам деда и стал юристом, по стопам деда Оксенбриджа. И именно в честь этого деда он и выбрал себе второе имя Оксенбридж в 2011 году. Он окончил Гарвард, как и другие члены семьи, преподавал в знаменитой Академии Филлипса в Андувере, и одним из его учеников был известный Дэниел Вебстер, составитель словаря. Был членом коллегии адвокатов, судьей муниципального суда Бостона пожизненно. Он был классический консерватор, очень строгий судья, но при этом расширил юридическое использование подписки о невыезде. Он был одним из основателей-попечителей Атенеума и библейского общества Массачусетса. И последний слайд я вам показываю. Это ежегодная возобновленная традиция в городе Молден зачитывать ту самую первую декларацию независимости, которую составил Питер Тэтчер. Вы видите, это волонтеры и актеры Массачусетса, которые в костюмах того времени с музыкальным сопровождением проходят здание исторической библиотеки города Молден и читают этот старинный текст. У меня даже есть видео, но я думаю, что, наверное, я не буду вас сейчас отвлекать. Это довольно такое интересное небольшое видео, как это все происходит. Но событие интересное. И хочу заметить, что возрождено оно было после того, как я опубликовала серию статей о семье Тэтчеров в местной газете. И вот с тех пор опять возродили традицию, которая существовала в XIX – начале XX века. Вот на этом хочу закончить свой рассказ о Питере Тэтчере. И надеюсь, что вам было любопытно. Спасибо.